ЧП на мостовой произошло в конце весны. 21 мая в дежурную часть ОМВД по Ленинскому району поступило заявление о поджоге грузового автомобиля марки БАО. Около месяца транспортное средство стояло возле площадки общего пользования на улице Звездной. Хозяин машины в это время находился в командировке в Москве. Спустя несколько дней правоохранители установили виновных в поджоге. Запись с камер видеонаблюдения соседнего гипермаркета зафиксировала двоих подростков. Возбудили уголовное дело. Сегодня в мостовой Слободе по областной программе устанавливают камеры снижения для безопасности жителей. Камеры на сегодняшний день в регионе устанавливаются в рамках программы «Безопасный регион». Соответственно, с поручением губернатора планируется установка свыше 7 тысяч камер. На сегодняшний день организации установлены уже порядка 6 тысяч камер. Видеонаблюдение в мостовой Слободе устанавливают вне плана. Решение приняли в марте по итогам обследования. Руководство региона поручило оборудовать территорию в этом году 10 камерами. Для местных подобные нововведения крайне важны. Фиксация позволит отслеживать паводок. Кроме того, после майских событий тщательнее будут следить и за криминальной обстановкой. На данном объекте камеры устанавливаются на столбах. Они затягиваются монтажными лентами. Линия натягивается специальными металлрепами между столбами, чтобы не провисало, не было обледенением. На установку одной камеры рабочие тратят около 20 минут. Сегодня из десяти на территории появятся первые четыре. По области систему видеонаблюдения монтируют на зданиях детских садов образовательных лечебных государственных учреждений. Сообщается, что доступ к записям откроют для МЧС, полиции и управления инженерной защиты. Кстати, уже с нового года на мостовой появятся и дружинники. ДНД мы с сентября планируем начать, с конца сентября пока добровольно, несколько человек выходить, дежурить. А потом уже, когда подпишем соответствующие бумаги, ДНД будет работать и уже это будет на постоянной основе, если у нас благополучно все пройдет. Дружины, конечно, не полиции, однако смогут производить гражданский арест до прибытия правоохранительных органов. Совсем скоро на улицы выйдут 9 человек пока на разовое дежурство в неделю.